Ну что, всем доброе утро! С вами Travel Camel и Аня в Абу-Даби. Сегодня нам предстоит большое дело. То, ради чего я приехала посетить мечеть шейха Заида. Именно сейчас туда мы отправляемся. Я надеюсь, на автобусе. Я заранее изучила автобусные маршруты Абу-Даби. Есть специальный сайт, называется Даби. Там можно посмотреть расписание и, собственно, сам маршрут. Так что я поняла, что мне подходит 24-й автобус. Давайте надеяться, что он придет вовремя. Автобус приехал, я приехала. Все хорошо. Идем искать вход. У меня забронено время на 9 утра. Я должна быть среди первых. Просто мечтаю, чтобы там была возможность составить мой чудо-рюкзак. Не хочется с ним идти в такую красоту. Даже не верится. Я так давно сюда хотела. Круто, что я вчера прочитала, что зайти надо в ананасик, а не куда-нибудь там. Поэтому сразу же сюда двинула. Из таких ананасиков тут два. Я рандомно пошла в тот, который слева. Просто потому, что автобусная остановка была ближе. Спускаемся и попадаем просто в торговый центр. Очень странно, что чтобы попасть в мечеть, тебе надо пройти мимо Макдональдса или Старбукса. Но я дошла до входа слишком рано, потому что сейчас 8.44, открывается в 9. И, соответственно, еще там никого нет, кроме меня. Нашла место для хранения. Короче, на удивление, тут не дают платочки. Так что я просто была вынуждена рубашку натянуть на голову и одеть толстовку. Выгляжу странно, но зато я первая. Кажется, сейчас буду в мечети, потому что в 9 утра еще никого нет. Рассказ о мечети правильнее всего будет начать с рассказа о том, кто же такой этот шейх Заид. Вернемся в Эмираты на 50 лет тому назад. Никому неизвестный правитель Эмирата Абдаби уговаривает правителей со всех Эмиратов объединиться в одну страну. И шейх Заид возглавил. Он был очень мудрым правителем. В то время, когда в арабских эмиратах в прошлом веке нашли нефть, именно он стал человеком, который стал локтировать идею того, что нефть должна принадлежать всем людям. И доходы от нее должны распределяться между населением и странами. Он правил разумно, распределяя доходы между населением. И за это его очень любили. Строительство мечети начали еще при его жизни. И закончили уже после его смерти в 2007 году. Это до сих пор самая большая и красивая мечеть арабских эмиратов. На территории мечети находится гробница шейха Заида, над которой 24 часа в сутки, 7 дней в неделю читают Коран. Ну что, подходит к концу моя экскурсия. Я под впечатлением, мне очень понравилось. И я еще не ушла, но уже хочу вернуться сюда снова, потому что все-таки есть такая магия у намоленных мест, что чувствуешь себя очень хорошо. Так, у меня две новости. Хорошая и плохая. Плохая, я опоздала на автобус. Хорошая, я узнала, что мне не обязательно ехать, измельчить с пересадками в центре. И прямо отсюда ходит бесплатный автобус. Мне рассказали, где он, во сколько. У меня хватает времени. Так что взываю кофеечек и жду, когда надо будет идти на остановку. Надеюсь, будет хорошо, и я доеду. Прямо у выхода из Ананасика, сразу после стоянки такси, с этой стороны, находится автобусная остановка с автобусом, который бесплатно увезет вас в аэропорт. Пока стоите и ждете, можно еще раз полюбоваться на джете. Ну все, еду в аэропорт. Сейчас было просто самое быстрое прохождение контроля в моей жизни. Я не знаю, от момента, как я зашла в аэропорт, до момента, когда я оказалась в зоне Дьюти Фри. И прошло, мне кажется, минуты три, из которых две, наверное, я просто шла. В аэропорту Абудаби можно бесплатно применять душ. Даже вытерется лежат бумажные полотенца, если у вас с собой нет. А еще приятная вещь, питьевые фонтанечки. В общем, круто, аэропорт Абудаби, респект. Ребят, идут на посадку, в Асламабад. Очень страшно. Надеюсь, все будет хорошо. Держите за меня кулачки.